говорила говорила телефон был не включен ну короче все все эмоции вышли до того как ну и сейчас я наверно буду поспокойней разговаривать и наверное поменьше вам буду говорить в общем ездила я гострах там надо было вот страховку ж надо за дом зато за другое ну и думаю ну сумку не на колесах не брала потому что думаю нет уже как-то и сумку сумка идти еще сумку тащить эту не буду но а приехала думаешь уж я буду есть сегодня ничего нету вот думаю зайду я все-таки нет самую купила килограмм килограмм крыльев килограмм шмяку печенки можно и себе конечно поджарить ее это же курино и они свиная вот и вот это вот я не знаю сколько здесь эти сердечки очень люблю сердечки тут я так подумала что и мне будет это самое и по отрезаю вот эти вот белые штучки тут эти самые на краешке будет и шмяку что с ними делать не знаю жарить варить тушить я сердечки покупаю очень редко как-то перед праздниками перед каким-то покупала делала салат сердечки соленый огурец а что еще не помню и не помню поэтому даже не знаю что сейчас может вы знаете что с них сделать а может вы мне расскажете я пока не буду готовить вот купила молоко пакет молока а вроде бы слушайте тут килограмм тут килограмм тут килограмм тут за литр и банку сметаны еле притащила еле притащила в таком вот пакетик пришлось пакетик купить потому что думаю ай ну что я завтра завтра надо будет пойти купить картошки помидор помидор огурцов вот этого надо будет купить на рынок уже пойти потому что что я вот перед этим и вы видели видео я перед этим тоже покупала картошку и огурцы и помидоры но пришли дети они были у меня целый день аришка тоже бегала в магазин потом она ходила собирать это самое малину собирала вот а я целый день топталась на на кухне потому что детей же надо было накормить и больших и маленьких короче всю картошку что купила всю ею пожарила получилось очень вкусно вообще мы ели а с этими со шпикачками шпикачки сварила вот и потом дети молоко пили чай пили и вот так вот целый день я крутилась на кухне вот так вот к чему я это рассказываю к тому что кто-то мне там пишет почему вам не хватает вашей пенсии вот вашей тоже белорусска вот и вот ей всего хватает а вам вот не хватает да мне не хватает мне не хватает девочки одно дело я не буду называть про кого это это самое про кого мне писали я не не смотрю этого человека и обсуждать я не собираюсь но просто вот вам вы привели пример я вам отвечу одно дело жить в квартире одной за квартиру заплатил все остальное это твое тебе больше ничего никуда не надо в своем доме вот даже что траву покосить надо ее никто бесплатно косить не будет я платила в прошлом году 30 в этом тоже договорилась за 30 но он уже цену поднял сказал следующий раз все равно будет больше вот за котел заплатить надо и это каждый год за котел это каждый год газовая плита и что-то с трубами это уже отдельно это уже отдельно надо надо платить воды очень много уходит теперь поливать огород надо за воду тоже платить на у меня прописаны мои все дети мои внуки поэтому за водой зам вывоз мусора хоть мусор у меня как на одного человека но прописаны вася у меня прописан я плачу не буду я из них копейки эти собирать правда но в любом случае за это надо платить своем доме платить много надо вот у меня на оплату ходит вот вот в том месяце я нанимала в этом месяце уже все наросло опять надо платить потому что иначе опять трава вырастет с головой еще на какой вопрос я хотела это самое вам ответить что люда мне пашет огород ну что вы придумываете что вы придумываете люда скопала себе две грядки я вам показывала я вам показывала где что у люда растет там грядки я не знаю поскольку метра по полтора на одной лук сидит на другой сидят огурцы и возле забора ровненько сидят у нее помидоры все остальное заросший травой то что я нанимала с косиками и в где люда пашет мне весь огород не возле гаража не под деревом не с другой стороны ничего люда не пахал не по не пашет то что она мне когда приходит собирает мешки с огурцами пару огурцов положит ну так не обеднеет не обеднеет люда но если не положит и не даст мне не надо я их не прошу я пошла на рынок купила в рудаковском купила помидоры купила огурцы ся полкило того полкило другого и вообще у нас с людой очень близкие отношения мы лет двадцать наверное с ней дружим и у нас совершенно не такие отношения что вот она мне должна вот я и сказала может там сажать себе что она мне должна теперь огурцами меня кормить совершенно не должна так она мне не дает их мешками не знаю народ народ не знаете к чему прицепиться я тоже заказала на алиэкспресс платье это было не в этом году еще в прошлом платье вместо пятидесятого прислали оно пятидесятый написано платье огромное думаю чего она у меня лежит людусе говорю слушай померь может тебе будет как раз она померила и говорит ну это ж не пятьдесятый это больше я говорю тебе нравится дома носить вот как жарко сейчас оно такое как хбшка как марлевка ну хорошенькое платье я вам даже когда-то его показывала оранжевое такое но я просто в нем утопилась совершенно а переделывать мне было лень я говорю все забирай я не отдала просто так не не за деньги не продала а просто так отдала даже и мыслях у меня не было продавать его я просто не его подарила это наше отношение зачем надо вот это вот переговаривать вот такая вот люда хорошая мне огород спахала девочки никого ничего не прошу никого ничего я не знаю если я вам рассказываю что вот да вот я заплатила вот надо заплатить вот я купила вот то это мое видео вы приходите ко мне домой я с вами разговариваю я вам показываю то как я живу это моя жизнь не одна я так показываю но это не значит что я сижу и все время вот мне денег нет вы мне вышлите очень многие так делают делают эти открытые как они трансляции и тогда им посылают донаты я даже не умею этого делать но трансляцию от может быть и сделала а донаты как их посылают там я не знаю ну да почему бы и нет я поставила поставила свою карту но это не значит что каждый мне должен что-то прислать я работаю да я работаю трачу свою энергию трачу свои силы трачу электричество время свое если кто-то мне прислал огромное огромное спасибо я знаю кто посылает в основном я знаю кто посылает а из и и понимаю кто вот это вот сидит там или и понаписывает вы мне вот вы те которые пишут что постоянно я у вас что-то прошу вы хоть раз послали пять копеек нет но написать надо правда что я прямо вот сижу каждый раз выхожу в эфир и каждый раз у вас к вам с протянутой рукой господи сколько злых людей сколько злых которые не знают куда деть свою свою желчь да девочки палец поранила поранила палец тёрла когда картошку и саданула саданула палец тёрла шкурку и вот уже три дня так вот сегодня заклеила залила залила перекисью и там как зашипела как зашипела это значит видно грязь попала вот ну и ходила так заклеила ну потому что не умею я в перчатках в огороде то конечно умею я работать в перчатках а дома мыть посуду или еще что-то чистить газовое плиту не могу не успею ногти накрасить все все уже ободрала облезла надо надо по новой приводить в порядок не умею не умею работать в перчатках вот так вот да и пожалуйста не пишите мне что я вот в таком вот виде перед вами сейчас вышла это сарафан у меня пляжный южный отпускной как его назвать вот ну вот пришла и думаю сейчас пойду пойду грядку полоть но потом подумала что поэтому я делась так и думаю заодно пусть спина загорает жарко но потом выглянула что на этих грядках уже солнышко повернулось и жарко будет лучше чуть лучше чуть попозже пусть она уйдет в стороночку потом пойду но вот разделась потому что жарко потому что жарко сегодня у нас но обещают опять дождь опять обещают дождь вот так вот ну все что 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 мне вам еще рассказывать что мне вам еще говорить позавчера детки приходили целый день у меня тут жарила варила в общем целый день работала на кухне целый день картошку что купила все почистила нажарила такая картошка была вкусная салат максюша помогал салат резал помидорки с огурцами и молоко что купила тоже выпили кто там идет привет я снимаю видео лена пришла лена вот я сейчас лену за это самое зашлю полоть грядку сейчас скажу жарко жарко вот ну и когда кто приходит естественно как дети пришли как не накормить они сразу в холодильник им надо то надо то ну вот помогают мне справляться с моими продуктами ну а как иначе ну а как иначе одно дело получил и сам со своими денежками платить никуда не надо ничего а я люблю я если ко мне кто-то приходит люда пришла мы никогда не это самое так чтобы она вот пришла поработала там у себя на своих грядках и все пошла обязательно мы посидим попьем кофе с конфетами зефир если смотря что у меня есть вот пироги сейчас не пеку потому что очень жарко поэтому потому что потом вообще не 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 продохнуть а так как как в песне поется приходите в мой дом мои двери открыты буду чем а я по-другому говорю и буду песни вам петь и блином угощать потому что я когда знаю что у меня ничего нету и долго это все делать я тогда по-быстрому и либо сырники либо тонкие блины либо кефирные блины вот кефир всегда в холодильнике есть вот тогда я на скорую руку вот это вот быстро 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 ну вот так что вот так ну ладно лена пришла будем общаться с вами все в общем наверное я все что хотела я вам сказала пока